Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня 15 апреля, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип, который, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что интересно, по вчерашнему дню у нас после выступления Кристин Лагард, собственно, еврик у нас провалился, но трейдеры на самом деле ждали большего от Кристин Лагард, что она что-то намекнет о поднятиях ставок, но, как она сказала вчера, планы будут только на третий квартал этого года. Соответственно, трейдеры начали резко закрывать свои длинные позиции, еврик прослаб, но у меня по нему есть торговая идея, которую я покажу сегодня на графике. Интересная статья, почему падает иена, собственно, я собрал мнение различных японских финансистов, по-разному все они говорят, говорят, что уже как бы выдохлась иена, кто-то говорит, что будет 130, но в общем и целом, если померить среднюю температуру по палате, то на самом деле и японцы сами не знают, когда куроды остановятся. Ну и торговая идея по фунту примерно такая же, как и по евро-доллару, чисто техническая, и мы с вами это обсудим на графике. Поехали. Первый инструмент у нас золотишко. Золотишко сегодня не торгуется. Почему? Потому что сегодня Страстная Пятница. В католическом мире прям жестко это все соблюдают и напоминаю еще, что мало того, что сегодня Страстная, да, у нас впереди Пасха и в понедельник многие европейские биржи тоже работать не будут, поэтому золотишко сегодня стоит. В принципе, она неплохо закрылась. Я считаю, что никаких проблем сделать перехай, перехай и все-таки добить, добить хая года не будет проблемы при такой высокой инфляции в США. Для тех, кто не знает, золото, которое мы торгуем, оно торгуется за доллары. Соответственно, чем слабее доллар, тем дороже золото. Что здесь? Здесь эта неделя фактически уже закрыта для золота и она закрывается очень неплохо для отработки нашей супер идеи на повышение, на обновление двойной вершины между 2020 и 2022 годом. По серебру все тоже неплохо. Кто зацепился, напишите. Я вижу, что все в порядке у нас. От пенбаров мы пошли. И напоминаю, что здесь идея тоже простая была. Слом тенденции, откат и третья волна. И вот эта маленькая трешка, она находится внутри большой трешки. Я на заре своей трейдерской молодости разрабатывал систему, которая называется матрешка. Вот когда волны в волнах находятся друг в друге, импульсные, либо индикаторы там разные. Собственно, там что угодно можно подставить. Но если вы используете вот эти АБЦшки, то маленькая АБЦ внутри большой АБЦ. Это очень хороший перекос вероятности. Вы на этом можете заработать. Еще я давал идею по платине. Платина тоже неплохо закрылась, тоже не торгуется. Вчерашний день, позавчерашний день бычь и вчерашний бычь. Я надеюсь, что все-таки вот это уже как бы донышко, ну вот, ну как минимум на коротке. Ну а как максимум, то я говорил о том, что хорошие, в принципе, покупки по платине, вот ниже тысячи при стопе, ну там за 600-700 и тейком за 1400 и туда подвушечку даже можно подержать. При таком росте цен на сырье, я не вижу, что его вообще может остановить. Почему не затариться там на квартал другой, а то и годик, да. Хорошая инистрационная идея, я ее проговаривал вчера. Так, евро-доллар, евро-доллар. Очень интересно, вчера произошли события. Я как-то давал торговую идею. Давайте ее найдем как раз под, под выборы, дай бог памяти, как его звали, Макрона, Макрона, вот она эта, вот она эта статейка, статейка. Собственно, идея была такая, что еврик стоит в аукционе, сверху площадка, снизу площадка, ну не площадка, а минимум года. Ну вот, я давал два сценария, дождитесь, друзья мои, какого-нибудь выхода, да, вот выход, либо снизу, либо сверху, идите до границы. Как вы понимаете, так и, друзья мои, произошло. То есть, мы дошли до минимума года, вчера на заявлениях, на слабых заявлениях Кристин Лагард, минимум года был ложно пробит. Соответственно, включается план на повышение, который уже начинает потихонечку отрабатывать. Вот, и я считаю, что рост еврика, ну хотя бы на полторы тысячи пунктов, на захват вот этой площадки верхней, вполне себе может отработать. Хвостик у нас остался внизу, сейчас вот корректимся, уже фактически вот этот зеркальный уровень удержался. Это, где бы вы здесь не купили, у вас топ должен быть, конечно же, за минимум вчерашнего дня, ну сейчас там 500, да, когда я писал статью, было 400 пунктов, ну а тейк у вас, ну вот сюда, в полторашечку вполне может вырасти. Фунт-доллар, та же самая история, вчерашнее, конечно, выступление Лагард не особо его расстроили, но все-таки корректосик прошел. Но до этой коррекции был очень мощный рост по фунту, очень мощный. И напоминаю, что британец тоже стоит на лоях года, на лоях года, и вот этот вот импульс, и то, что сейчас происходит удержание вот этого 50% уровня, давайте вот так сделаем, больше места будет. Если натянуть фиба на вот этот импульс, то мы стоим на полтосике сейчас, друзья мои, и это все очень похоже на зарождение третьей волны. И здесь есть куда идти, вот эти цели, вот эти все рядышком, ну как минимум, как минимум при там рисках, там за 800, тейк у вас 900, там 1200, примерно вот так. Кроме этого, напоминаю про древнюю, древнюю торговую идею по росту фунта, никто в нее, конечно, кроме меня не верит, но никто не верил и в рост золота, да, от уровней, который я показывал. То есть вполне, вполне фунтик, фунтик может отработать не только первые цели, но и большие, то есть 1.44, я давно говорю про этот уровень, и в принципе все, что сейчас происходит, да, вот заряжается какая-то мощная волна на слабость американского доллара. Да, все, естественно, аналитики сейчас в одно горло твердят о том, что как можно работать на ослабление доллара, если нас ждут многократные, ритмичные и глубокие укрепления американского доллара через поднятие процентных ставок, какой их анонсировано множество в этом году, но, друзья мои, если бы все так было просто, все бы были миллионерами, вот, или не торговали на Форексе, вот, поэтому, на мой взгляд, все заложено, все уже заложено, вот эти все падения на эти ставки уже заложены. Сейчас начнут поднимать ставки агрессивные, вы увидите, что доллар начнет слабеть, все экономисты будут чесать репу и не понимать, что происходит, скажут. Ну, вот, это, наверное, фиксации каких-то позиций, каких-то банков, каких-то крупных маркетмейкеров. Все, ну, и все, собственно, канет в лету. Я не говорю, конечно, там, заряжайтесь здесь на последнюю котлету, вот, но то, что сейчас происходит вот здесь, возможно, это какое-то зарождение какого-то нового импульса, который может сломить вот эту всю тенденцию шортовую. Ну, как минимум, свою вот эту вот, вот эту тенденцию мы, собственно, пробили вчера, да? Да, там в Америке выходной, и, в принципе, в понедельник тоже особых движений не будет, вот, но идеи, идеи такие среднесрочные, и поучаствовать в них можно вполне. Так, что касается иены, доллар иена, сегодня опять давала перехайчик, вот, сейчас какие-то легкие откаты. Что, что по иене? Многие там говорят, ну, опять же, в статье, которую я писал, что уровень 130, все говорят про уровень 130. Почему говорят все про уровень 130, я не понимаю вообще. Главное, я помню время, я помню время, вот, где-то вот здесь вот было, где-то вот здесь, 99, ну, вот здесь, когда иена падала, вот здесь, все аналитики говорили про уровень 100. Вот, вот, падаем, сколько там, 105, 106, там 102, и все говорят, ну, вот 100, ну, это вообще просто, даже не обсуждается. В итоге мы сотку так и не пощупали. Открою маленький секрет, друзья мои, никто в этом бренном мире, кроме, может быть, экстрасенсов с канала TV3, да, по-моему, был такой канал, не знает, куда пойдет цена, вот, и мы на самом деле работаем с вероятностями, и все, что мы можем, это ограничивать убытки и давать прибыли расти. Поэтому, если вам кто-то говорит, что мы дойдем, вот, там, 130 или 100, никому не верьте, вот, все это вилами по воде писано. Мы можем просто ограничивать убытки, давать прибыли расти, это единственное, что мы можем. Что происходит сейчас? Почему 130, да, потому что, и я читал сегодня, много статей почитал по иене, буржуазных, естественно, все говорят про 130, потому что это просто красивый уровень. Возвращаемся в прошлое, возвращаемся, вот, там, 18-19 год, уровень 100 был очень красивый. Поверьте, уровень 100 красивее даже, чем 130, гораздо красивее, там, два великолепных нолика находятся, но мы этот уровень так и не пробили, понимаете. И сейчас все говорят про 130, потому что мы стоим 126, понимаете, а 126 некрасивый уровень. Вот и получается, что аналитикам приходится высасывать из пальца то, чего по большому счету нет. А что по большому счету есть? По большому счету есть то, что мы пробили 15-й год. 15-й год по доллар-иене, видите, пробили. Вот, и на данный момент, вот, на недельном таймфрейме мы торчим немного выше этого уровня. Это не очень хорошо. Это говорит о том, что пробойчик, ну, здесь вот был ложный, да, ну, опять, опять сделали перехай. Но это все может, этот уровень может заживаться, да, и потихонечку через какие-то откатики, через время это все подразвернется и сломит эту все-таки бычью тенденцию вот таким образом. А рынок, друзья мои, падает гораздо быстрее, чем растет. Ну, здесь можете тоже посмотреть. Вот, но слома еще не было по-хорошему. Ну, вот, и я надеюсь, что он когда-то появится. Понятно, что это не нормальная ситуация так растянуться. Вот, но вы знаете, терпение японцев, его, его у нас им не занимать, конечно. Вот, но я надеюсь, что все-таки здесь на таких ценах, ну, начнутся хоть какие-то фиксации покупателей, и мы увидим какие-то коррекционные движения. Может быть сегодня, может быть в понедельник. Но я надеюсь, что бычья вакханалия уже закончится, потому что она растянула наши кроссы по... Ну, которые связаны с иеной. Вот. Меня на самом деле на сегодняшний момент спасают только позиции по золоту, по серебру, которые я набрал. За счет этого плюса я еще торчу в иене, и умудряюсь еще, ну, я думаю, в японских кроссах, и умудряюсь еще даже что-то набирать. Вот. Собственно, что... Ну, что, давайте шаблончик кинем. Здесь все пока без изменений. Что франк иена, что канадец иена, все натянуты как барабан. Все это может обвалиться, друзья мои, в любой момент. Потому что, ну, когда... Когда финансами правит один человек, да, вот он сегодня охренел в одно настроение, завтра он выйдет к уроду, скажет, все, мы завязываем, все, будет такая здоровенная медвежья свеча. И все скажут, ну, блин, вот так получилось. Вот. Поэтому, что? Тут несколько вариантов может быть. Соответственно, если, как бы, вас сильно подрастянуло, можете, допустим, часть убыточных позиций закрыть. Добавить, допустим, к депозиту, да, и продолжить набирать дальше. Можно закрыть всю сетку и набирать заново от текущих цен. Вот. Можно сделать половинчатое решение. Половину закрыть, половину набирать дальше, вот, и, допустим, пополниться. Я бы, наверное, так сделал. Если бы у меня не было мощных позиций по золоту, за счет которых я сейчас пересижу иену, вот, ну, просто так, наверное, повезло. Вот. Ну, и то, что я распределял объемы между канадцей иеной и франк-иеной, потому что я об этом постоянно говорил, что попадаете в тренд, то это все, скажем так, может принести либо двойной убыток, либо двойную прибыль. В общем и целом, все вот эти вот мощные импульсы в рамках предыдущих тенденций, да, продолжающихся, они говорят о ускорении. Вот эти, даже не, вот эти ускорения, которые отрывают тренд от своих тенденций, они говорят о том, что это все уже близко к развороту, близко к развороту. То же касается и по доллар-иене, так очень часто бывает, можете проверить это на чем угодно. Та же иена, да, вот смотрите, мы росли, дай бог памяти, вот мы росли-росли вдоль трендовой, потом пошел отрыв и космос, да, вот увидите, через время это все вот так сядет, через время это все прилипнет опять к трендовой линии и потом развернется. Вот, рано или поздно, так постоянно происходит. Вот эти все отрывы, они говорят о кульминациях, вот, и поэтому я до сих пор держу и относительно не парюсь. Давайте перейдем к следующим инструментам, канадец франк. Кстати, канадец франк начинает давить на хая, на хая, и здесь осталось буквально, буквально 50 пунктов, вот, и мы будем пробивать 21 год, очень мощную площадку. Я рекомендую набирать этот инструмент, хороший, вот тут порядка, ну, 30-50 пунктов, ну, в свете повышенной волатильности нынче, можете набирать 50, ну, или 500 пунктов по пятому знаку, скажем так. Вот этот план, я думаю, у нас в ближайшее время отработается, это инструмент самый близкий к набору новых сеток. Другие инструменты, такие как новозеландец-канадец, новозеландец-франк, пока нам не интересны, потому что они находятся в середине диапазонов, нам нужны края диапазонов. И, кстати, к краю диапазона подходит и доллар-франк, вот, видите, у него есть экстремумы, выше которых можно его хватать в шарты. Короткий инструмент, на самом деле, короче, чем еврик, вот, и флетит знатно. Так, наудикат дал нам подзаработать на хаях, но пока в этой зоне не интересен, только с перехая текущего года. Кто у нас еще? Австралиец-новозеландец. Вот этот товарищ, мы его цепляли, вот, но он соточку, я так понимаю, не дал, не дал, тут болтался в пределах, там, 50-70 по четвертому, поэтому набираем, будет перехая, набирайте, это шикарный инструмент, флетит просто как черт, вот, и прощает очень многие ошибки трейдеров. Еврокат, кстати, на дневках вчера на Лагард пробивал минимум, кто зацепился, напишите, вы должны быть уже в плюсе. Так, из интересного, что у нас еще? Нефтяночка. Нефтяночка растет, сегодня не торгуется, собственно, вся неделя закрылась бычьей у нас, после пробоя вот этого спинбара, шикарное место было, я в это дело проспал. Нефть хорошо за сотку закрепилась, стоит в оффлейте, я думаю, что, собственно, отражает баланс спроса и предложений на сегодняшний день. Так, что по рублю? Доллар опять открылся небольшим гепчиком вниз у нас, видите, черный, тут пару свечулек. Ну, не хорошо, не плохо. Вот этот весь флет, в котором мы стоим, вот с конца марта, он показывает какой-то баланс на самом деле. То есть, это не просто там сдерживание ручником Эльвиры Набиулиной, это вот диапазон между 85-ю там и сколько там, ну, 78-79, который всех устраивает. Вы должны понимать, что, в принципе, цены, которые стоят какое-то время в коридоре, это значит всем выгодное. И экспортерам, и Центробанку. Так, ну, российский фондовый рынок открывался сегодня прямо в печали, ну, я его мониторю по Сберу, вот, открывался, но откупили, вот, ну, третий час, в принципе, стоит выше, ну, стоит на цене открытия. Хоть перестал валиться, потому что в предыдущее время это просто какие-то обвалы, обвалы уже подзапарили. У меня там пару бумажолек еще осталось, вот, если ФНБ поможет, то мы увидим хотя бы пробой, ну, не знаю, пусть, не знаю, каких-то апрельских экстремов, закрою, забуду про страшный сон. Ну, американский фондовый рынок вчера бахнул, бахнул, все попадало, какие-то перекрытия такие мощные, на сдачок, все, все пока подлетает вниз. Поэтому будьте осторожны с лонгами, будьте осторожны с лонгами. Я бы, я бы, если будем падать дальше, очень аккуратненько, аккуратненько все-таки прицеливался бы, ну, к трешке, вот к этой, ну, на фоне, на фоне всех известных проблем в мире, и все-таки поработал, если мы будем пробивать вот эти лоя, да, ну, собственно, на тест зеркале, тест зеркала, то есть пробиваем лоя, тестируем зеркало, фиксируем прибыль и забываем. Ну, вот, и так, и снова, и снова, потому что так было много раз, я уже показывал, да, вот смотрите, какие-то экстремы, пробои, тест зеркало, дальше не идем на перехай, опять новый пробой, вот, вы набираете, например, лоя, опять тест зеркало, ну, и так далее. Вот, если здесь будет снова, заработайте нормально здесь. То есть даже на падающем рынке, на бычьих инструментах, вы можете вот так вот довольно часто зарабатывать. Так, ну, кстати, Stoxic стоит, стоит получше, получше и DAXIC, чем американский фондовый рынок. Так, 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 крипта, крипта начинает давить на нижнюю стенку канала, видите, я тут показывал такой сжимающийся треугольник, конечно, двух, двух дней вот этих мало, вот, но, если вот здесь будет на торговка, а то это будет пробой, друзья мои, готовьтесь к покупкам ниже 30 тысяч по нашему древнегреческому плану. Так, кстати, как Twitter отреагировал на Маска? Twitter открывался гэпом на фоне того, что там Маск предлагал вообще выкупить его с потрохами, как говорится, вот, ну и так как собственно потом встал в тенденцию S&P 500, ну, я имею в виду, в принципе, фондовых индексов и сдулся. Ну, в принципе, меня это не радует, не печалит, мы свои взяли, очень, очень удачно зацепились, вышли по очень шикарным ценам, даже которых сейчас нет. Так, в принципе, все, давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Опять комментарий, Владимир Андреевич, добрый день, спасибо за обзор. Японцам выгоден низкий курс иены, в этом случае их экспортные товары дешевле по сравнению с американскими, значит, конкурентно способнее. Как мне вспомнится, это японская хитрость и рано или поздно начнут бороться сами власти США. Ну, интересно, интересно, конечно, но скажите, пожалуйста, пожалуйста, почему этот курс начал быть выгодным именно сейчас. А раньше он был невыгоден, я сейчас открою недельный график, то есть, вот здесь, вот здесь, вот в среднем вот этом флейте на протяжении многих лет с 15 по 20 год курс был невыгодным, а сейчас он почему-то резко стал выгодным, что изменилось прям глобально. Непонятно. Ну, я в любом считаю, я считаю немножко по-другому. Курсы невыгодные, их края этих курсов невыгодные, и поэтому Центробанки рано или поздно будут загонять эти инструменты обратно, обратно вот в эти флеты, где раньше всем было выгодно, ну, это такой, знаете, эффект отложенной памяти. Поэтому мы работаем на красах, на тех же, от каких-то краев, диапазонов, в надежде, что Центробанки начнут от этих краев цену отгонять. Ну, бывает так, что вот залеты вот такие бывают, ну, что, надо просто доливать денег и сидеть, ну, как минимум, при каких-то откатах переходить в режим самосохранения и просто выходить из этих сеток при своих, либо из части сеток при своих, я об этом тоже говорил. То есть, два режима, либо вы в режиме заработка на каких-то коротких движениях до 500 пунктов по четвертому знаку, если вы залетаете, переходите в режим сохранения, сбрасываете эти сетки при хорошем откате хотя бы в 50%, либо с небольшим убытком, и при очередном перехаях начинайте набирать заново, но уже по вообще-то мега-суперценам. Если вы понимаете, что я говорю, поставьте лайк под этим видео. Роман Николаевич, так, бакс в четверг снова укрепился, вырос, еврик обновил минимумы, вполне может начать формировать восходящую тенденцию. Да, 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 Роман Николаевич у меня в чате сидит и мы это все обсуждаем с ним. И я сегодня озвучивал идею на повышение иены. Так, Роман, добрый день, по доллару я не сказал, что она упала на американской сессии за счет ослабления доллара. Но сначала пара выросла в московском времени, а когда выступал Курода, видимо, он также сказал, что придет к ослаблению. Да, да, там было это выступление, с вами согласен. Вопрос в том, что он сказал продолжать. Да, он сказал вот эти вот плохие слова. То есть, пока от Курода нет ничего нового. Но, возможно, выходные его каким-то образом встрепенут. Возможно, он будет праздновать Пасху и что-то изменится в его понимании. Он пойдет по тому же пути, по которому идут все сейчас, подымая процентные ставки, кроме него. Ну, может, он хотел вот таким образом выпендриться. И он это сделал, поверьте. Так, Роман Николаевич переживает по иене, у него куча там позиций. Так, иен обновил даже максимум второго года. Кроссы с иеной пошли понемногу. Да, да. Так, ну и АЛСП, собственно, что-то не нравится ему моей идеи по евро баксу. Вот, но я, друзья мои, говорил еще раз по евро-доллару, по евро-доллару. Это был большой, большой аукцион. Большой аукцион, внутри которого, внутри которого торговать лучше не торговать. Да, где у нас там второй скриночек. Вот он планчик, захват низа, идем наверх. Либо захват вверх, идем на низ по целям. Реализуется сценарий пока нижний. То есть, мы сначала первыми обновили лая, поэтому есть теперь потенциал на захват хаев. Но я думаю, что так и произойдет. Так, на этом у меня все, друзья мои. Напоминаю, что сегодня многие биржи не работают. Возможно, ранние закрытия ваших брокеров в понедельник в Европе Пасха празднуется. То есть, тоже будет движение так себе. Поэтому будьте внимательны при переносе позиций. Выборы во Франции второй тур пройдут на следующих выходных. Не на этих, а на следующих. Поэтому будьте готовы тоже к аккуратному удержанию позиций по евро. Но уже через, не на этих выходных, а через одни. Напоминаю, что вчера прошел мой очередной мастер-класс по трейдингу, который называется «Как найти торговую стратегию». Очень интересный метод я показывал, как разгадать, раскрыть, скопировать торговую стратегию у управляющих из сервиса MQL5, который находится в терминале MetaTrader. В данном случае 4, где вы можете посмотреть список инструментов. Есть очень интересная кнопочка «Показать на графике сделки этих управляющих» и можно понять торговый метод и даже понять Money Management. И это очень интересный способ для формирования вашей собственной торговой стратегии. Рекомендую это посмотреть. Можете забить прямо вот так в YouTube, либо перейти на сайт Instaforex, YouTube канал Instaforex и в разделе «Плейлисты» выбрать плейлист, называется «Мастер-класс Андрей Шученко». Здесь крайний мастер-класс по-моему 26-й будет как раз по этой теме. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре для Instaforex. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok